вот так вот подцепляете например приветствую вас друзья на канале лего мастер и сегодня у меня обзор на конструкторы коби вернее на один из них и забегая вперед скажу что это просто просто чумовой набор просто обалденный наверное лучший из того что я показывал до сих пор вот до этого момента но прежде чем начать напоминаю что конструкторы коби вы можете приобрести в интернет-магазине невабрик ссылка внизу в описании и там же промокод на скидку 10 процентов на конструкторы коби ну а теперь поехали тадам вот эта мощь вот этот танк это panzerkampwagen 6 версия b королевский тигр и он действительно королевский я попытаюсь убедить вас в этом потому что очень очень удачный набор вот получился у коби ну просто я доволен собирал его долго порядка трех часов королевский тигр у нас идет под номером 2540 это номер набора компании коби в наборе тысячи деталей я по моему прочувствовал каждую деталь к потому что к концу сборки это долго продолжалось у меня уже руки начали немножко умыть в наборе две мини фигурки набор под серии историческая коллекция танк собирается в масштабе который принят у коби это большой солидный танк но вы видите вот здесь написано что в длину 35 сантиметров высоту 12 сантиметров а в ширину 12 с половиной сантиметров лючки открывается моторный отсек открывается можно на двигатель посмотреть это я про него отдельно расскажу что еще он вот здесь вот лючок открывается ночью давайте я лучше все это покажу на картинках дело хорошее но лучше все таки как-то в руках подержать поехали вот собственно и сам красавец давайте его покрутим я расскажу его кратенькую историю а потом уже более подробно по самой конструкции и так перед нами тигр 2 или королевский тигр и кстати говоря еще называют его бенгальский тигр королевский тигр мне нравится больше немецкий тяжелый танк времен второй мировой войны выпускался он с 1044 года по 45 год и надо понимать что как раз в эти годы и были проблемы у немцев с любым производством военной техники и поэтому таких машин было выпущено всего 487 единиц у него было мощное орудие калибра 88 миллиметров толстенная броня огромная масса за счет своей массы он был малоподвижный двигатель там не очень надежный но орудие было очень мощное разрушительное и все это является отличительными чертами именно тигра 2 королевского тигра несмотря на все свои недостатки танк был чрезвычайно опасен ну собственно вот таким и делали и по сей день этот танк остается до сих пор крайне узнаваемым наверное как и первый тигр он олицетворяет собой что-то мощное что-то сильное опасное грозное именно такой танк сейчас перед вами и я не устану повторять что это одна из самых удачных моделей которые выпускала компания коби внешний вид сама крепость конструкции детализация мне очень нравится камуфляж мне нравится у коби 1 тигр в разных там вариациях но особенно 131 да там детализации побольше и вот этот танк мне нравится тоже давайте пройдемся по функционалу оснащен тигр самыми большими гусеницами как я понимаю которые есть у коби маус был с такими же гусеницами ночью это гусеницы для больших серьезных танков сам простой пулеметик можно вот здесь вот поднять опустить ствол опускается поднимается башня крутится это все естественно люки не круглые здесь в данном случае люки квадратные хорошо это или плохо не могу сказать наверное все таки более привычно было бы все таки круглые люки здесь увидеть впереди фара которая должна светиться в темноте пулеметик естественно наверху который стоит на башенке крутится он тут немножко вверх вниз поднимается люки открываются почему люки потому что их тут несколько вот еще один пожалуйста сзади башня с тыльной стороны также присутствует лючок который можно открыть и благодаря ему можно внутрь туда погрузить снаряды необходимые для стрельбы такие снаряды идут в комплекте 2 если быть точным из интересненького у нас двигательный отсек достаточно привычно что двигательный отсек может там есть дверцы можно ее открыть и заглянуть внутрь в данном случае мы так и сделали внутри вы видите двигатель и это сборная модель а не единая деталька причем достаточно сложно там ну деталек мне скажем штук 15 может быть использовать для того чтобы собрать этот движок но это еще не все вот эту крышечку можно снять и увидеть всю красоту двигателя охлаждение вентилятора здесь вот сам движок двигатель можно вынуть вот так он выглядит но смотрите какая действительно сложная конструкция есть запринтованные детали это конечно однозначный плюс для этого конструктора потому что даже коби заморочились с двигателем для того чтобы вытащить двигатель и снять вот эту крышку я просто как бы рукой его открыл но есть специальная деталька вот так вот подцепляете например ну двигателем подцепляете ли вот эту крышку подцеплять вот такой крючочек и он не просто где-то там валяется а он здесь же находится танки сейчас покажу он располагается вот здесь вот здесь его стандартное место где он и должен быть это просто удивительно посадочное место вот там вот два пина которые торчат светло-серой туда и садится вот этот вот двигатель неудобно когда держишь одной рукой камеру 2 вставлять движок но поэтому я как бы сделал это за кадром так это все выглядит и крышечка возвращаем возвращаем крышку на место и там принимать свой обычный вид но посмотрите какая сумасшедшие детализации во всем и камуфляж везде равномерно распределен по танку это всякие штучки антенки и запечатанные детальки на сам двигатель вы видели там даже внутри вентилятора нарисованы ну просто супер с выхлопными трубами тоже кубе заморочилась вот с этими тут деталечками просто какое-то сумасшествие в хорошем смысле этого слова вот эти борта то есть это не простая конструкция там из таких деталек собраны и они между собой тоже интересно очень крепятся ну просто замечательно например так выглядит правый борт видите какое соединение специальная деталечка там находится но вернее там много находится вот эти детали смотрите в разрезе такой детали точно нет в лего вот здесь кос идет очень интересные такие решения по конструкции танка здесь присутствуют мне кажется это уже видно башня сделана насколько это возможно прямо ну замечательно да конечно вот здесь вот ступенькой можно как-то детали детальками здесь было сделать но и так он таким вот образом смотрится танк очень гармонично передана форма башни ромба видны и вот это как раз маска орудия здесь специальная деталь ну естественно дульный тормоз тоже отдельная деталька специально лопаточка здесь имеется вот эти вот тросы там какие-то вот тоже палочки присутствуют это не наклейка это запечатано это запечатано внутри вентилятора вы видите запечатан и тут есть печать нравится мне что у пулемета лента это отдельная деталька она гибкая тоже хорошо вот эти вот две детальки это не то чтобы что-то удивительное но вот заморочились они даже вот такой фигней мелкой который также детализацию увеличив для этого танка дополнительно еще вот кое-какие детальки здесь остались вот эта деталька гусеницы 1 в данном случае обычно они две запасных кладут но он еще там запасные на башне есть ящичек у нас присутствует но это детальки то ли я их забыл использовать то ли это запасные и вот отдельная деталька с надписью с названием этого танка танчик можно поставить на полочку и вот перед ним поставить табличку и уж точно никто не перепутать что это за танк о мини фигурках есть у нас испуганный командир танка вот этого и новая деталька пилотка по моему было пилотки такие а вот наушнички у коби не первый раз в руки попадают в общем есть у нас вот такой вот персонаж и естественно в башенку мы сейчас его посадим пусть там тусуются вторая фигурка я думаю это кто-то штабной штаба потому что есть еще одна деталька с картой вот ему и выбили эту карту смотрит он на эту карту разбирается думает куда же куда же направить этот королевский тигр чтобы всех попугать и та и другая мини фигурка стандартные для коби таким образом они выглядят кому-то нравится кому-то не нравится кому-то все равно но тем не менее две подобных фигурки присутствуют вот в этом наборе этот набор конечно я крайне рекомендую к приобретению для тех кто собирает танки коби кому вообще нравится военная техника потому что этот танк того стоит набор чумовой тысячи деталей и получается вот такой красавец насколько это может передать камера я не знаю честно говоря но удовольствие от сборки я получил огромнейшие просто собирается он очень интересно и это должен почувствовать ну вот каждый любитель конструктора наверное каждый любитель танков но я на этом с вами прощаюсь с вами был константин и королевский тигр всем удачи всем пока и увидимся в следующем видео всем добра ставьте лайки подписывайтесь на канал спасибо за просмотр! подписывайтесь на канал! Продолжение следует...